Евгений, добрый вечер. Да, Олег, здорово. Твоя короткая оценка вступительной части Владимира Владимировича в очередной раз, который он провел перед совещанием с главами субъектов, что-то новое для себя услышал? Да нет, сегодня три тезиса прозвучало. Карантин продлевается, денег не будет людям. И третье, нужно надеяться на лучшее. Ну все это мы слышали в общем-то и в предыдущих обращениях. Вообще по итогам этих обращений складывается впечатление, что у нас президент как таковой отсутствует. То есть нет лица в стране, которое могло бы принимать действительно системно важные решения. То есть вот оно как плывет само по себе, как-то плывет, вот так и плывет. А вот чтобы принять какое-то по-настоящему мужское решение, которое востребовано было бы обществом, этого нет и уже давно нет. Поэтому, ну я думаю, Владимир Владимирович тут заставляет людей думать о нем как о ушедшем персонаже. Как ты думаешь, какой-то выход для него на сегодняшний день есть или нет? Ну выходы есть, конечно, и сейчас даже есть выходы на самом деле. Это в первую очередь, да, раздать денег людям. Денег много. Это обнулит кубышку, возможно, в какой-то момент к концу года, но зато люди останутся на плаву, экономика останется на плаву и в дальнейшем она эту кубышку восполнит. Вот его подчиненная Набиулина говорит о том, что это приведет к инфляции. Ну какой инфляции-то, господи, мы же не призываем включать станок. В данном-то случае речь идет о раздаче тех ресурсов, которые уже есть, которые не надо печатать. С учетом того, что сейчас экономическая жизнь замерла, люди не пойдут сразу эти деньги тратить. Они понимают, что интуитивно, даже если у них нет экономических знаний там у кого-то, да, но они интуитивно уже понимают, что впереди что-то очень плохое. Поэтому люди будут беречь максимально эти деньги, растягивать. Евгений, как ты считаешь, почему власти нынешнюю ситуацию не считают черным днем? И что для них черный день в таком случае? Вот для меня это, честно, тоже загадка. Ну, наверное, они думают, что будет хуже. Соответственно, когда хуже, тогда... Мне тоже с точки зрения здравого смысла на самом деле непонятно. Кому тогда деньги-то давать? Людям, они их в любом случае не хотят давать. То есть олигархам своим, наверное, сейчас раздавать деньги. Вот мы видим, вот сейчас начинается формирование списков системообразующих компаний. Вчера стало известно о том, что туда попала компания по добыче крабов, которая там причастна как-то к Сине Собчаку, да. Все вот какие-то... Макдональдс, KFC... Ну, это же бред какой-то. То есть мы поддерживаем вообще американские организации. Сколько у нас было разговоров, что как хорошо санкции, как хорошо контрсанкции, что мы, наконец, свое все поднимем, что нам ничего американское не нужно. А сейчас мы это поддерживаем. Мы деньги туда бюджетные, наши деньги будем вливать в их конторы. Почему мы не даем россиянам эти деньги, а вливаем в американские конторы? Как я могу предположить, возможно, я ошибаюсь, все-таки для них черный день это просто будет в какой-то степени проявляться народное недовольство. Наверное, тогда они считают черный день. И эти деньги берегут, наверное, для того, чтобы себя каким-то образом обезопасить. В общем смысле, да, это выглядит логично. Но если это представить себе конкретику уже, да, то логика теряется на самом деле. Потому что, предположим, люди пошли на митинги массово, миллионы людей пошли на митинги, да. Они стали опасаться за свою безопасность. И что тогда? Куда ты эти деньги денешь? Росгвардейцев ты не наймешь. Они вот либо есть, либо премиум дашь какую-то очередную. Это что, как-то сильно повлияет в этот раз? Две-три премии. Да ни на что-то не повлияет. Они либо будут стрелять по своим гражданам, либо не будут. Повушка, отойди, пожалуйста. Малыш, малыш, я сейчас... Режим со мной изоляции, да. Изоляция, что сделаешь? И еще один коротенький вопрос. Скажи, пожалуйста, среди твоих знакомых реально кто-то уже получил какую-то поддержку со стороны власти или нет? Нет, я вообще о таком не слышал. И мало того, вот эти кредитные каникулы, я сам вот по своей ипотеке интересовался. Думаю, а вдруг что-то хорошее случилось? И смотрю, они действительно на полгода дают. Если ты докажешь, что на 30% у тебя упал доход, это где-то на справке сбегать, собрать. И дальше, через полгода тебе придется платить, во-первых. И во-вторых, тебе придется заплатить процент вот за этот период, за полугодовой. В дальнейшем, вот через полгода, тебе это все включат, твой кредит. То есть банк еще и наварится на тебе. Вот в чем все дела-то. И также по всем составляющим. У меня супруга является бухгалтером в разных организациях. И сейчас в эти организации сплошняком идут требования налоговой. Представьте эти документы, представьте эти документы. Нам объявили, что не будет проверки. Идут проверки, идут. Они просто другую форму приняли. И так вот во всем. По пенсионному фонду аналогичная ситуация. То есть там дани на 15% отменили, а остальные 15%. Там как? Как их оплачивать-то? Поэтому, ну что делается? Делается для виду. И на самом деле они деньги берегут. Берегут либо для себя, поскольку считают это своими деньгами. И для распределения своих господрядов. Поскольку получат там не только Макдональдс и KFC, вот эти. Но и получат в том числе, мы видели, Сбербанк получит, господин Греф. Который говорил, что деньги раздавать не нужно. Я тебя остановлю. Я прошу прощения. Просто у нас зритель будет сосредоточен на твоем, а не на тебе. Давай я тебе завтра перезвоню. Очень весело у тебя. Субтитры сделал DimaTorzok